Ну, вот. Казалось бы, я просто капитан очевидности. Точно с таким же успехом я мог бы вытащить надпись о том, что трава зеленая, небо голубое. Но в разгар пандемии и паники такие надписи порой играют новыми красками. Вот, например, девушка из Якутска вышла с плакатом «Не все азиаты китайцы» и прокомментировала свой перформанс тем, что некоторые жители крупных городов относятся к любым азиатам либо с опаской, либо с насмешкой. На днях сестра сходила в кино в Санкт-Петербурге. Возле кассы кинотеатра два парня насмешливо отшатнулись от нее с криком «Уйди, прокаженная!» «Мы не хотим заразиться коронавирусом!» Моя сестренка, конечно, послала их куда подальше, но неприятный осадок остался. Это ты Бурбо, а ты Сань. Я Сань. В столицу я неделю назад приехал. В то время паники сильно не было, но отношения к азиатской внешности именно не очень. В лифт не садились иногда, в метро отсаживались. Но иногда ажиотаж, который связан с вирусом, доходит до абсурда. Жители Красноярска приняли артистов Бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев. Давайте скажем так, и заявили на них полицию. Они просто их приняли за китайцев, а не за больных коронавирусом. А бабушка, конечно, не осталась в стороне, а к стиль самосохранения сработал и позвонил. Кто-то китай, кто-то есть. Приехала полиция, которая стала интересоваться, кто мы, откуда мы. Ну, мы все ясно сказали, что мы такие же граждане Российской Федерации, как и вы. Она на это грамотно отреагировала и уехала. Никакой грязи с нашей стороны, с стороны полиции, ничего такого не было. Лично я и некоторые мои коллеги отреагировали на это с положительной стороны, с каким-то юмором. И все. Это нормально, мне кажется. Мы все для них на одно лицо, может быть, из-за этого. А так, ну, было-было, чувствовалось такое. Не то, что негатив, а опасение. Я давно шутила, что стараюсь в метро лишний раз не чихать, но как бы это всех касается. Я просто пошутила, подруги, которые в Москве живут, другие националисты, они тоже шутят, что лишний раз прощают. То есть это не только меня, из моей внешности касается. Я вижу, ты дома работаешь, да, сейчас сидишь? Да, сейчас на данный момент работаю из дома, нас перевели на удаленную работу, настроенные удаленные рабочие столы. И я работаю уже так, день третий, всех моих знакомых, кто работает тоже в офисе, их тоже всех перевели. Вот я сижу, одна, я не знаю, видно? Да, очень хорошо видно. Это ваш офис? Да. Раньше сидела там сколько человек? Ну, человек, может быть, с 15. Несколько раз, что не было на прилавках к речке вообще никакой. Наверное, раза два в разных магазинах, в разных районах. Но и мяса не было. Курицу, то есть разобрали полностью. Но это было как-то однажды. То есть вчера я заходила, уже все было, в принципе. Так вот, друзья, хочу показать своим землякам из Ланде актуальную обстановку в супермаркетах города Москвы. Так вот, бумаги здесь, как мы видим, хоть одним местом ешь. Лапша, крупы и так далее. Все на месте. Никакого сверх ажиотажа не наблюдается, по-моему. Даже великолепный доширак на месте. Крупы. Пожалуйста. На улицах все так же спокойно. Так же, как и было до вируса. Все гуляют. Все на открытом воздухе. Большое скопление людей, кстати. Поэтому, на мой взгляд, никакой паники нет. Как бы чуть меньше, но поток не остановился. Нет такого, что жизнь остановилась. Что? Ну, опустили полки. Действительно, в некоторых магазинах, не во всех, но опустили полки. То есть гречка, лапша и туалетная бумага. Вы вот топ возглавляющий, да? Когда работали в офисе, нам выдавали флакончики такие с антистетическим каким-то веществом. Мы протирали руки. Потом, получается, я сам начал стараться трогать меньше лицо. Своё поручни как-то тоже. Луки мыть начали. Руки начали шелушиться от мыла. Мы все на панике. Уже что-то скупают, что-то там всех переводят, сокращают. Но мне страшно, как долго это может продлиться. И как долго потом будет восстанавливаться экономика. Не знаю. Я думаю, как минимум месяца два это будет. Давайте будем добрее, заботливее друг к другу. Мне кажется, вирус сильнее настолько, насколько мы с вами его боимся. Будамон Хойфорд, Дам Гармай, Владимир Попов, телекомпания АТВ.